Это движение началось как бы основой, почему пошло. Люди этих стран, где ислам есть, мусульмане, они не захотели принять образ жизни Запада. Вот на этом все обосновалось, почему началось это движение. То есть, я, например, тоже не нравится, я когда вижу на улице женщин и молодых, а иногда и взрослых, которые идут с обнаженными ляжками, с обнаженными грудями, с расцепленными волосами, что запрещается, кстати, в исламе. Мне это тоже не нравится. А общество западное, оно больше того, оно что, рекламирует эту жизнь? И наоборот, если раньше в России все женщины ходили в платках, закрыты были грудью всего, это были и христиане, и мусульмане, все такие, то теперь об этом это выставляет как отрицательные черта, что это плохо, что надо наоборот ходить, открывать пупок. То есть, это, кстати, один из малых признаков конца света. Там сказано так, когда добро будет показываться как зло, а зло как добро. То есть, перевернуть ценность. То, что сейчас и произошло. Сейчас же, понимаете, если одень женщину платок, это плохо. А если она откроется полностью, и чем больше откроется, тем лучше. Наоборот, это хорошо. То есть, ценность истинную перевернули кверху ногами. Вот на этой и построено движение, вот это вот, как называется, исламское движение. То есть, восток, исламский восток не захотел принять образ жизни, вот такой европейско-американский, европейский образ жизни. Там не часто разрешены, допустим, браки между мужчиной и женщиной, там или между женщиной. То есть, фактически, идет деградация духовного населения. И они как бы хотят оградить себя от этого движения, чтобы оно к ним не проникало. Если это действительно происходит убийство, это уже, конечно, не ислам. Потому что мусульмане, первое условие для мусульман, это то, что это должно быть объявляться мир. Что человек не имеет права забирать жизнь у другого человека. Это первое условие в исламе. Этим может распоряжаться только Всевышний. Всевышний может осудить и наказать. Ты не имеешь права. Поэтому, если эти вещи происходят, то это уже, это не ислам, это терроризм. А терроризм, это бандитизм. Он должен просто искореняться и наказываться.